Лекторий. Понятие из советского прошлого вновь актуально. Новый проект запустил в этом году Щелковский историко-краеведческий музей. И уже первые несколько лекций показали, людям это интересно. Одно из направлений музейного лектория – архитектура. Алексея Воробьева, автора концепции выставочного пространства третьего этажа музея, молодежной набережной и улицы Парковой в Щелкове, не надо было долго уговаривать. Сразу согласился раз в месяц читать лекции. Тем более, что своя аудитория у Алексея уже сформировалась. Массовые лекции по архитектуре, говорит Алексей, практически никто не читает, потому что материал сложный для восприятия. Но ему удается подать его легко и доступно. Рассказал слушателям, что архитектура как профессия начала формироваться в 19 веке. Но дворяне своих детей учиться на архитекторов все же не отдавали. В фаворе были инженеры. Считалось, что настоящее творчество там. Архитектура, скорее, воспринималась как ремесло. То есть построить дом, да, вот что нужно. Ну, особо знаний-то творческих и не надо. Ну, клади кирпичи, фундаменты строят, да, абсолютно ремесленные знания. То есть такого какого-то творческого осознания, что действительно мы преобразовываем пространство, и в котором одновременно и живем, такого не было. В массовом восприятии профессии это отношение сохраняется и сегодня, говорит Алексей Воробьев. Обратите внимание, архитекторы даже с именем при реализации крупных проектов, как правило, не на виду. Те же, допустим, стадионы Чемпионата мира, да, построено очень много стадионов и хорошими мастерами. Но мы никого не увидели на новостях, да, кто сидит рядом с первыми лицами из архитектора, кто действительно причастен. А там работа была колоссальная, и классальные средства были вложены. Как архитектор воспринимает окружающий мир, как устроено его мышление, об этом рассказал Алексей Воробьев на лекции. Провел параллели архитектуры с кинематографом, с музыкой, даже с химией. Просто и понятно буквально на пальцах о стилях архитектуры. В классической архитектуре, когда, вот, вы знаете, ну, плюстрата гонсерная, да, вот, заборчик, который такой, таких, полюсов, да. Все же представляют, да. В советских парках, где все было. Ну, вот, в классической архитектуре невозможно, чтобы такое повторение было бы, там, на 100 метров. Обязательно, чтобы ездить идет, раз какой-то большой элемент стоит, там, база, какая-то, да, вот, представьте. Потом опять. То есть, в современной архитектуре, в основном, в современной эстетике, это я здесь, я вам скажу, рассказываю. Тут классические нельзя. Какое наследие оставила нам классическая итальянская архитектурная школа? Посмотрели на примере питерских зданий. Вспомнили творчество архитектора-новатора середины 20 века Константина Мельникова. Подявились пришедшему в конце 20 века направлению в архитектуре под названием деконструктивизм. Что-то кривое, изломанное, но безумно оригинальное и тоже ставшее искусством. Обо всем этом и о многом еще лекция Алексея Воробьева. И тем более понятно сожаление его коллег по поводу новых отечественных тенденций, о чем тоже подискутировали на встрече. Недавно этот самый госстроит вышел с предложением правительства для экономии денег строить опять детские сады, школы и больницы по типовым проектам. Как говорится, комментарии излишни, да? Но этого может и не случиться, а вот музейные лектории точно продолжат свою работу. На двух площадках. Основной в Щелкове и в отделе истории авиации в ДК имени Чкалова. План на март уже сверстан. Одна из лекций будет вновь посвящена архитектуре. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.